МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Рост составил 78%. Теперь после запуска первой очереди птицефабрики ТО «Оса-Дому» эти цифры увеличатся еще больше, подчеркнув в ходе торжественной церемонии запуска нового предприятия заместитель Акима Жамбылской области Тимужанке. Сама птицефабрика расположена на общей площади порядка 8 гектаров. При проектной мощности 110 миллионов штук яиц в год после запуска первого производства комплекса, где находятся 82 тысячи курицных сушек, на фабрике планируют выпускать от 70 до 72 тысяч яиц в день. Второй производственный комплекс мы планируем запустить до конца текущего года, а завершение строительства третьего производственного комплекса запланировано на 2018 год. После выхода нашей фабрики на полную производственную мощность мы будем производить от 80 до свыше 100 миллионов яиц в год. На сегодня на птицефабрике создано 23 новых рабочих места. После поставки нового оборудования из Испании планируется здесь создать еще до 15 новых рабочих мест. А после запуска всех мощностей количество рабочих мест на этом предприятии достигнет 70. Очень рада, что ей удалось устроиться сюда на работу Мария Айтбаева. Я долгие годы не могла найти достойную работу. Сюда устроилась два месяца тому назад. Участвовал в пусконаладочных мероприятиях. Моя главная задача – контроль за производством яиц. Работа и условиям труда я очень довольна. В качестве главного финансового оператора при реализации данного проекта выступает Народный банк Казахстана. Наш банк старается финансировать только потенциально выгодные проекты. Эта фабрика как раз к таким и относится. Ведь здесь будут использоваться самые современные голландские технологии производства яиц и мяса птицы. Включая температурный режим и контроль качества. У этого предприятия большое будущее. Цыплят фабрика закупает в городе Кемерово Российской Федерации. Всего за 4 месяца они вырастают. Курицы используются как несушки, а петушки идут на мясо. В настоящее время в Жамбулской области ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по реализации 26 перспективных инвестиционных проектов. Казахстан – колыбель кочевой цивилизации намадов. Но и тысячи лет назад наши предки строили города. Одни из них были торговыми и культурными центрами. Другие стали местом развития ремесел и технологий. Богатейшие недра нашей земли стали основой развития древней металлургии. Железо, медь, серебро и золото сделали армии кочевников непобедимыми, а города – процветающими. Сквозь них вскоре протянулся Великий Шелковый Путь, ставший примером мирной добровольной глобализации и взаимодействия культуры народов еще тысячи лет назад. В новейшей истории Казахстан также оказался в центре эпохальных событий, Став частью крупнейшего и первого в мире социалистического государства, Казахская республика получила новый вектор развития. Политическая революция повлекла за собой революцию индустриальную. В регионах, богатых ценными ресурсами, вокруг крупных предприятий возникали промышленные города. Одним из них стал Жанатас. После того, как в 1939 году здесь были обнаружены залежи фосфорита, рабочий поселок начал расти на глазах. И уже в 1969 году на его месте был основан новый перспективный город, строить который приезжали люди со всего Союза. В рекордные сроки Жанатас стал процветающим городом с крупными предприятиями и развитой инфраструктурой. А каждый его житель был обеспечен работой, окружен комфортом и уверен в светлом будущем. Распад Советского Союза и последовавший за ним кризис стали сложным испытанием для Жанатаса и его жителей. Большая часть людей осталась без работы и была вынуждена уехать. Население Жанатаса сократилось более чем в два раза. В упадок пришло не только производство, но и социальные объекты. Спасти город от полного запустения и разрухи помогло градообразующее предприятие «Казфосфат». Сегодня пишется новая история Жанатаса. По поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в рамках государственной программы индустриально-инновационного развития в Жанатас пришел крупный инвестор. Компания «Еврохип», по инициативе, при финансировании которого, был разработан мастер-план, являющийся концепцией развития города Жанатас на ближайшие три десятилетия. В работе над созданием мастер-плана приняли участие и представители общественности, и администрации города. И сегодня очень важно консолидировать усилия крупных инвесторов, государства в лице правительства и местной исполнительной власти, а также среднего малого бизнеса и всех жителей города Жанатас для того, чтобы как в самом начале объединенными силами возродить город. Потому что опыт этого пилотного проекта в дальнейшем может быть успешно использован и в развитии других малых городов. Мастер-план комплексного развития города Жанатас — это новая книга судеб тысяч его жителей, которую мы можем написать все вместе. Разработанная до мелочей дорожная карта развития целого города, в которой предусмотрены все аспекты трансформации Жанатаса, разработаны проекты многоквартирных и малоэтажных домов, объектов, имеющих социальную и культурно-бытовую значимость. Да, мастер-план сегодня — это только проект, но это проект, в котором учтены все пожелания и нужды жителей одного отдельно взятого городка. И этот проект — яркое доказательство того, что сегодня Жанатас имеет огромный потенциал развития, которое возможно только в случае совместной работы государства, крупных инвесторов, среднего-малого бизнеса и жителей города. А также синергии стратегических документов, мастер-плана развития города и его генерального плана. Вместе они позволят сделать Жанатас городом, достойным своего прошлого, с верой в прекрасное будущее. На этом наша сегодняшняя программа подошла к концу. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова